Добрый вечер в эфире выпуск новостей на телеканале Катун 24 с вами Анастасия Борисова и вот актуальные темы к этому часу. В ближайшие несколько дней все вахтовики, которые прибыли в Алтайский край из Якутии, выйдут из обсервации. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказала министра социальной защиты Наталья Оськина. Настоящая война за территорию развернулась в селе Калманка. Редатор участка близ реки выгоняет оттуда местных рыбаков. Сегодня в школах всей страны звучит последний звонок для выпускников. В этом году празднование прошло в необычном формате онлайн. В ближайшие несколько дней все вахтовики, которые прибыли в Алтайский край из Якутии, выйдут из обсервации. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказала министр социальной защиты Наталья Оськина. 37-27 заканчивается, 28 мая 80 человек заканчивается обсервация. Ну, то есть мы с ними будем поэтапно отрабатывать. Хорошо, я правильно понимаю, что у нас из всех вахтовиков, которые прибыли из Якутии, в конечном итоге ни у кого не было зафиксировано положительного теста. Правда? Это по нашим данным. Напомню, вахтовики находятся в обсервации в санаториях Сосновый Бор и Лесные Дали. Всего 172 человека. Условия пребывания ежедневно мониторят специалисты Министерства социальной защиты. Все вопросы отрабатываются совместно с администрацией обсерваторов. Большинство из них касаются оформления больничных листов и тестирования на COVID-19. Добавлю, накануне из обсерватора Сосновый Бор выехала первая группа вахтовиков. Это 100 человек. Для больных коронавирусом в Каменском районе развернули лечебный госпиталь. Пациентов туда привозят со всего района. С больными в режиме полной изоляции 24 часа в сутки работают медики. О том, как врачи в прямом смысле живут на работе и какие для них там создали условия, смотрите в нашем следующем сюжете. Это комната, где живут сотрудники. Комнаты на одного-двух человек, столовая, зона отдыха с компьютером и даже теннисный стол. Так живут медики в госпитале для больных COVID-19 в Камни-на-Аби. Меры предосторожности строжайшие. Внутри, естественно, никого не пускают. Эту видеоэкскурсию специально для нашей съемочной группы сняла медицинская сестра Наталья Ковалева. Вот она, разговор с прессой только через окно. Для Натальи сегодня последний день вахты, завтра домой. Говорит, не столько устала, сколько соскучилась по родным. В госпитале девушка работает с апреля, как только в Каменском районе обнаружили первых больных. Все это время с родными общалась только по телефону. Созваниваемся. Ну, допустим, вот честно говоря, у меня времени было, ну, минут 30 в течение суток, когда я могла пообщаться с мамой, там, с мужем, с ребенком. В течение суток я выделяла им только такое количество времени, потому что я все время чем-то была занята. Ну, очень соскучилась. Вот так, бок о бок, в госпитале живут и трудятся около 25 медработников. Реаниматологи, инфекционисты и младший медицинский персонал. Работа, как говорится, недалеко от дома. Первый этаж отделения комнаты медперсонала, второй – палаты больных. Туда врачи поднимаются только в защитных костюмах и масках. Поэтому пациенты даже не знают лица своих спасителей. Мера хоть и строгая, но необходимая. То есть мы-то там закрыты все. Я потом одному уходил, я говорю, ну, приезжай, если будешь, заходи в гости. Я же тебя в лицо даже не видел. Благодарят, естественно, не только пациенты, но и государство. Весь медицинский персонал госпиталя уже получил положенные выплаты. Например, врачи – около 80 тысяч рублей. Сумма весомая, но, конечно, никакими деньгами подвиг специалистов не измерить. На данный момент госпиталь работает на весь Каменский медико-географический округ. Оказывают помощь всей территории пациентам. На сегодняшний день здесь находится на лечении 21 пациента. Вирус у всех пациентов Каменского госпиталя протекает в легкой форме. Больные находятся под круглосуточным контролем. Выписывают их, как и положено, только после двух отрицательных тестов на COVID-19. Такие же тесты сдают и медики, когда уезжают домой. Поэтому даже когда отсюда выпишется последний пациент, врачи останутся в госпитале ждать результатов анализов. Правда, уже своих. Врачи горбольницы номер один, где развернут новый ковидный госпиталь, пожаловались на плохое питание, дефицит средств защиты и неначисление премий. По словам сотрудников, недостаточно медицинских масок, защитных комбинезонов и средств гигиены. Прокуратура Алтайского края проводит проверку. Прокуратура Алтайского края проводит проверку по сообщению средств массовой информации о возможном нарушении прав пациентов и работников крово-клинической больницы скорой медицинской помощи в городе Барнауле. Из сообщений средств массовой информации следует, что в учреждении недостаточно продуктов питания, отсутствуют необходимые средства защиты. Также медики якобы жаловались на отсутствие необходимых выпал денежных стресс. По каждому факту будет дана оценка в случае подтверждения нарушений и будет принят весь комплекс мер пропорожеского реагирования. 447 миллионов рублей дополнительно получил Алтайский край от федерального правительства. Это необходимо, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета после снижения поступления налоговых и неналоговых доходов из-за пандемии коронавируса. Кстати, 6 дней осталось у предпринимателей на то, чтобы оформить получение безвозвратной субсидии из бюджета. Речь о сумме 12 130 рублей. Их выплачивают из расчета на каждого трудоустроенного работника. Подробнее расскажет Константин Ганов. В перечне пострадавших от пандемии отраслей – туризм. Санаторий «Обские плесы» – один из тех субъектов малого предпринимательства, которые уже получили оформленные субсидии. Мама троих детей Елена Булиандра благодаря этой поддержке сохранила свою работу. Вопрос стал, где дальше работать или оставаться здесь, может быть. У меня трое детей, я одна у них. Потом мы узнали, что нас не будут увольнять. Немножко мы побыли дома. Это тоже нужен был период. Нас снова пригласили, и мы работаем. Самой приятной мерой поддержки для нас стала безвозмездная субсидия из федерального бюджета. Она рассчитывается из суммы 12 130 рублей на одного человека. У нас работает порядка 100 человек. Еще одна мера поддержки – это кредит на зарплату под 0%. Мы тоже оформляли. Так как заработная плата – это, наверное, основное, что нам необходимо, чтобы сохранить наш коллектив. Люди любят у нас отдыхать, ездить. И поэтому мы, конечно же, ждем, когда нам разрешат работать. Оксана Белоусова до объявленных мер поддержки тоже подумывала об увольнении, чтобы прокормить троих детей. Думала, да, хотелось уволиться и найти себе другую работу, где будут платить. Ну, подумали, решили остаться. И раз есть поддержка, поработаем, выдержим. Мы сохранили коллектив, получили государственную поддержку. Основная часть этой государственной поддержки пошла на выплату заработной платы работникам. Всего в Алтайском крае на 25 мая прямую поддержку из бюджета получили более 7,5 тысяч субъектов малого бизнеса. Общая сумма выплаченных средств составила 362 миллиона рублей. По данным налоговой службы региона, в крае на такую поддержку может претендовать около 20 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них пока только половина, то есть всего 10 тысяч субъектов оформили заявление на получение субсидии. У остальных время пока есть. Тем более, что у тех же ИП процедура подачи заявки упрощена максимально. Индивидуальные предприниматели сейчас, заполнив заявление непосредственно своего личного комитета, не должны его подписывать. То есть просто нажимают кнопку «Отправить», и оно автоматически вылетает в систему, где также автоматически проходит проверку, и решение принимается где-то в течение двух суток. И это самый простой способ, потому что оно там предзаполнено. Все данные по налогоплательщику есть уже. Еще раз напомним, подать заявку на получение безвозмездной субсидии от государства на апрель предприниматели могут до 31 мая включительно. Подробные инструкции по оформлению и подаче заявления размещены на сайте налог.ру. При этом лично приходить в налоговые органы не обязательно. Главное, будут сохранены люди и рабочие места. Константин Ганов, Алексей Шаульский, Анатолий Фукс. Новости. Особый противопожарный режим сняли в Крае. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко. Всем руководителям органов местного самоуправления поручено самостоятельно принимать решения. В случае необходимости, значит, будут вводиться на территории. Здесь есть подводы, сохраняется высокая опасность распространения пожаров. И по ряду районов объявлен пятый класс горимости. Из-за коммунальной аварии на улице Антона Петрова начался потоп. Водопровод диаметром 400 мм разорвало, и вода начала выливаться на проезжую часть. На месте работали специалисты Росводоканала и Горсвета. Как сообщают в Росводоканале, порыв локализован. Без воды остаются детский сад и школа, однако детей там нет. У остальных потребителей водоснабжение организовано в полном объеме. Настоящая война за территорию развернулась в селе Калманка. Арендатор участка близ реки выгоняет оттуда местных рыбаков. Военный пенсионер и рыболов-любитель Олег Трубников рассказывает. 20 мая в 6 утра на лодочный причал у реки Калманка приехал фронтальный погрузчик и свалил в фургончик местную сторожку, канаву. Олег говорит, сторожка была пустая, а вот местный пес, который был на цепи, мог пострадать. Такая импульсивная акция – результат конфликта рыболов и арендатора участка. 8 лет жили мирно, даже сотрудничали. Взяв землю в собственность на 49 лет, арендатор предложил сделать здесь лодочный причал. Рыбаки поддержали. На словах договорились о плате за стоянку – 1000 рублей в месяц. Но потом, говорит Олег Трубников, условия изменились. Более того, за 8 лет арендатор ни слова не сказал рыбакам, что участок находится в его временной собственности. С очередным повышением цены до 1500, народ как бы запротестовал и отказался. Он сказал, все освобождайте участок, это моя земля. 10 лет вы считали, что это нормально? А мы не знали даже про это. Нет, мы уже платили. Мы платили по 1000 рублей, начиналось. Но это на организации, это наши как бы были условия, это было всем по карману, это как бы всех устраивало, что здесь все под охраной находится. После конфликта с рыбацкой артелью арендатор решил в прямом смысле забаррикадировать свою территорию. Поставил шлагбаум и отсыпал вот такую большую кучу глины. Арендатор участка Александр Пернай ничего противозаконного в своих действиях не видит. Говорит, сторожку он убрал со своей территории. Быть ее там вообще не должно. Земля на участке сельхозназначения и в водоохранной зоне. Водоохранная зона для этой речки это 200 метров от русла реки. То есть, где согласно статье 65 водного кодекса Российской Федерации пишется, что движение в границах водоохранных зон запрещается. Движение стоянка транспортных средств. Не должно быть ни автомобилей, никаких там этих самых на колесах и так далее. Это был прицеп с будкой. Рыболовы несколько раз обращались в прокуратуру. Требовали признать, что статус участка другой, не сельхозназначение. Подключалась и районная администрация. Обращались с иском в суд, чтобы признать сделку по аренде земли, кстати, муниципальной, недействительной. Данный земельный участок у нас граничит с водным объектом. Это река Калманка и находится в водоохранной зоне. В прошлом году в аналогичный период времени данный арендатор перекрыл проезд к водному объекту, пригнав гусеничный трактор и установив шлагбаум. С 2 мая текущего года арендатор вновь перекрыл подъезд к реке шлагбаума, а также насыпью из глины, чем незаконно ограничил права граждан на свободный доступ к водному объекту. Поэтому объекты общего пользования. Подобные действия, мы считаем, что нарушают права граждан, в том числе и Российской Федерации, являются недопустимыми. Ни один из исков не удовлетворили. Хотя, по словам юриста Татьяны Корнелюк, не пускать людей к воде арендатор не имеет права без договора о водопользовании. К тому же, никаких объектов на берегу строить нельзя. Кстати, как нам стало известно, договора о водопользовании нет ни у одной из сторон. Для того, чтобы законно строить там какие-то причалы, судоремонтные сооружения, пляж обустраивать, беседочки строить, для этого нужно заключать другой договор, договор водопользования. Поэтому мне, в первую очередь, совершенно непонятно, на каком основании один человек столько лет брал деньги, а другие столько лет добросовестно эти деньги платили, причем без всяких документов. Рыболовы после случая с фургончиком готовят очередные обращения в прокуратуру и полицию, а также иск в суд с требованием возвестить ущерб за причинение вреда имуществу. И надеются, скоро война за территорию закончится, а вот арендатор на мировую идти не хочет. Что вы сейчас планируете, собственно, дальше вот с этим делать? Да ничего не буду, я не планирую делать. Пускай они планируют. Убирается, приводит соответствие в законах. Владислав Кириенко, Анатолий Фукс, Новости. Больше тысячи жителей края пострадали от укусов клещей за прошедшую неделю. Всего с начала пика активности членистоногих в поликлинике края с жалобами на укусы обратились больше пяти тысяч человек. В подавляющем количестве случаев клещи были не энцефалитными, это почти 95%. Всем пострадавшим ввели иммуноглобулин, заболевших нет. Напомню, пик активности клещей традиционно приходится в мае и июне. Именно в этот период нужно быть особенно осторожным. На прогулку в лес нужно одеваться так, чтобы насекомое не попало под одежду. Специалисты рекомендуют наносить репелленты, которые отпугивают клещей. Также в крае полным ходом идет противоклещевая обработка территорий. По данным регионального управления, Роспотребнадзора уже обработали почти полторы тысячи гектаров площадей. Места для противоклещевой обработки выбирают, исходя из социальной значимости. Это базы отдыха, парки и скверы. Обработку проводят специалисты химическими препаратами, инсектицидами. После попадания химического раствора на клеща насекомое погибает в течение суток. Сегодня в школах всей страны звучит последний звонок для выпускников. В этом году празднование прошло в необычном формате – онлайн. Подробнее расскажет моя коллега Анара Шагирова. Последний звонок в этом учебном году для многих учеников пройдет в необычном формате. Каждый год на этой площади собираются ученики. А в этом году они приходят по одному к своим учителям и дарят букеты. Дорогая Желая Геннадьевна, от имени всех выпускников 2020 года поздравляем вас с последним звонком. Спасибо, мои дорогие выпускники. Я очень сегодня волнуюсь, потому что мы сегодня немножечко в необычном таком формате. Но я точно знаю, что вы все сегодня рядом со мной. Поэтому я вас искренне поздравляю. Я желаю, чтобы вы исполнили все ваши мечты и реализовали все самые смелые планы. И я очень прошу, Вика, чтобы вы обязательно передали всем, что для вас всегда открыта в школе дверь. Один из самых запоминающихся дней школьной жизни в этом году у выпускников – грустный. На глазах слезы не только из-за расставания с родной школой. Рядом нет нарядных одноклассников, в школьных коридорах тихо, а классы пустуют. Последний звонок хоть и прозвучит, но для каждого отдельно. Очень грустно, что мы не смогли в этот день собраться всем вместе, всем классом, станцевать последний школьный вальс. Но мы очень рады, что наш выпуск такой необычный и у нас такой особенный последний звонок. Юлия Геннадьевна – единственный педагог Алтайского края, ставший участником всероссийской акции «Последний звонок 2020». Ей выпала почетная миссия – поздравить с окончанием учебного года не только своих учеников, но и выпускников всей России. Не важно, по ту сторону экрана находятся школьники или стоят рядом. Очень важно вот это сердечное ощущение каждого из них, их все эмоции, они сегодня нам тоже передаются. Поэтому, конечно, в привычном варианте, когда все выпускники находятся рядом. Впереди у школьников экзамены и выпускной бал, который запланировали на конец июля. Ученики готовят номера и, конечно же, наряды. Очень надеются, что станцевать последний школьный вальс все-таки получится. Анара Шагирова, Анатолий Фукс, Новости. Таким был этот день. С вами была Анастасия Борисова. Хорошего вечера.